В Западно-Казахстанской области посевные площади под картофель составляют порядка 5,5 тысяч гектаров. В прошлом году аграрии получили неплохой урожай – около 56 тысяч тонн. Ученые говорят, что для обеспечения потребностей жителей региона нужно около 80 тысяч тонн. И это фермерам под силу. Главное, как заявили в ходе совещания, соблюдать технологии и бороться с вредителями. За это собран урожай 30% мы теряем в период хранения. И получается, мы вынужденно приобретаем со стороны картофель. Какой он картофель, мы не знаем. Хотя вполне реально, Западно-Казахстанская область может не только себя обеспечивать, но еще и экспортировать, продавать этот картофель. Крупным экспортером картофель является Российская Федерация. Именно оттуда завозятся недостающие объемы второго хлеба. Поэтому местные аграрии с интересом слушают советы российских специалистов. Данный семинар нам позволяет наших аграриев предупредить, где нужно приобрести хорошие семена. И при возделывании, при выращивании картофеля, какие технологии нужно соблюдать, чтобы получить качественную урожай. Соответственно, качественную продукцию мы можем реализовывать и на экспорт, и для внутреннего потребления. Она соответствует, чтобы наше население приобретало качественную продукцию. Для чего на семинаре выставили пораженную вредителями картошку? Для того, чтобы знать врага в лицо. Стеблевая нематода. Если мы будем подходить по сегодняшним меркам, то мы вот эти наши орошаемые площади просто загубим. Не будем там возделывать ни картофель, ни морковь, ни клубни, да и зерновую проблематично. Урал-то не повернем. Вот это стеблевая нематода или детелинход. Он развивается геометрической прогрессией. И вот значительно сейчас хозяйств. Поражена площадью уже. Ну, есть хозяйства, которые поражены площадью. Но вот такой картофель мы вполне можем производить у нас. Такой картофель будет экспортный. Ее будут покупать. Специалисты отметили, что местный картофель уже известен далеко за пределами региона. И работа по продвижению бренда будет продолжена.